Виктор Григорьевич, профессор, заведующий кафедрой туризма и гостиничного и ресторанного дела Одесского национального экономического университета. Вот мы находимся в гостинице «Бристоль», бывшая «Красная». Мы находимся здесь с нашими студентами, с преподавателями, потому что мы сегодня заключаем договор о сотрудничестве с руководством этой гостиницы. И в соответствии с этим наши студенты будут проходить здесь практику, а наши преподаватели смогут пройти стажировку в этой гостинице. У нас в нашем университете специальность туризм уже лет 25, как работает. И вот уже с 2012 года мы организовали в нашем институте специальность гостиничное и ресторанное дело. Поэтому студенты наши сейчас имеют возможность в одной из лучших гостиниц проходить практику. У нас существуют разные виды практики. Ознакомительная, технологическая, производственная, преддипломная. И каждая практика имеет свое время прохождения. Ну, я думаю, что эта гостиница база будет для всех видов практик. Я старший преподаватель кафедры экономики и управления туризмом. Очень перспективная кафедра. Перспективная специальность – готельное и ресторанное господарство. На этой специальности, в общем-то, довольно много ребят после техникума, после лицея. И мы возлагаем надежды на то, что это будущее – рестораторы, отельеры. Поэтому нам чрезвычайно приятно, что именно такое прекрасное заведение города позволило нам проводить здесь практические занятия. Ребятам интересно. Интересно все, да мелочи. Именно мелочи и составляют суть этой профессии. Потому что профессия – это сервис, это услуги. Услуги предоставляются должны в этом городе, в городе Одессе, качественные. У нас именно такие услуги и будут предоставлять ребята. В общем-то, все пришли заинтересованные, всех интересуют детали. И мы просто благодарны Бристолю за такую возможность, и за то, что действительно мы сумеем на практике показать, как можно работать на высочайшем уровне. Давиденко Ирина Владимировна, заместитель декана факультета международной экономики. Специальность гостинично-ресторанное хозяйство – одна из самых молодых специальностей в нашем университете. И подготовку специалистов мы осуществляем на нашем факультете международной экономики. Эта специальность очень востребована. В настоящее время активно у нас в стране и за рубежом развивается гостиничный и ресторанный сервис. И поэтому специалисты в этой сфере очень востребованы. И, конечно же, студенты хотят получить такое образование. Для подготовки специалистов у нас есть все возможности. В нашем университете есть все возможности. У нас есть лабораторный корпус, где студенты осуществляют практические занятия и лабораторные работы. И также в учебном плане предусмотрено посещение предприятий гостиничного и ресторанного сервиса нашего города. Так что студенты, обучаясь у нас на факультете, у нас в университете, совмещают и теоретическую подготовку, и практическую подготовку. И, получив диплом, уже выходят высококвалифицированными специалистами, которые востребованы на рынке нашего города и за рубежом. Здравствуйте, меня зовут Белаконь Наталья. Я студентка Одесского национального экономического университета, факультет международной экономики. Специальность отельно-ресторанное дело. Я глава научного сектора факультета и староста 20-й группы. Я поступила на отельно-ресторанную специальность, потому что это отличная возможность расширить горизонты для Украины в гостиничном деле и увеличить стандарты в этой сфере, сфере обслуживания. Вам понравилось Брестоль? Да, очень красиво. Это действительно показатель высших стандартов Украины в гостиничном деле. Здравствуйте, меня зовут Бордиакана. Я студентка Одесского национального экономического университета. Специальность отельно-ресторанное бизнес. Что могу сказать о гостинице Брестоль, когда я вошла? Честно говоря, гостиница поразилась своей красотой, интерьер, стиль Ренессанса, я считаю, один из самых лучших. И, скорее всего, я думаю, гости, когда входят в эту гостиницу, они наполняются, знаете, впечатлениями той эпохой, которая присуща этой гостинице, Ренессанс. И я думаю, что люди получают массу впечатлений. Я такой человек вдохновляющийся. Я когда вошла в эту гостиницу, честно говоря, у меня было какое-то легкое вдохновление. И, возможно, не шок, а вот, знаете, как эйфория от этой красоты, то, как все сделано со вкусом. И, я считаю, Брестоль, я первый раз здесь, и мы, возможно, не одной из лучших, а даже самой лучшей гостиницей нашего прекрасного города Одессы. Вы бы хотели работать в Брестоль? Естественно, в такой красоте можно и не хотеть работать. Спасибо.